всем привет меня зовут мария мироневич и я сегодня как всегда в прямом эфире вечером потому что у нас с вами марафон похудения по методу мироневич и сегодня уже шестой день отлично будем как всегда общаться и напоминаю что сегодня тема нашего дня шестого дня нашего марафона спасибо уже нажимать на сердечки это круто это сложности в начале похудения потому что естественно когда ты начинаешь какое-то хорошее большое новое дело ты однозначно сталкиваешься со сложностями потому что ну так всегда бывает в начале вот и сегодня было видео на youtube в которых в котором я подробно про сложности рассказала вот и конечно же если у вас есть какие-то дополнительные вопросы обязательно задавайте или допустим вы нашли у себя да на своем личном опыте потому что все мы уникальны какие-то дополнительные сложности обязательно делитесь что у про вас происходит потому что у меня сложности были в начале абсолютно разные они как-то наверное переменялись перемежались иногда была какая-то одна сложность да там выходила на первый план иногда они как-то вместе коллаборировались как сейчас модно говорить а вот спрашивает как рука рука на самом деле лучше сегодня вот я не знаю какой-то с утра был переломный момент то есть я прям вообще ожила так хорошо вот ну прям не совсем конечно еще хорошо гипс не пора снимать но это конечно же вообще очень сильно мне лучше стало вот и единственное самое честно смешное что у меня жутко болят мышцы вот здесь которые в предплечье правой руки потому что я постоянно то есть одной рукой отвечаю на сообщение или там печатаю на клавиатуре в общем не комфортно никогда не могла себе представить что ну сломала левую руку ага болит еще и дополнительно правая левая это у меня в покое единственное конечно плечо тянет ну потому что это вот нагрузка все равно отсутствие какой-то какого-то равновесия что ли ну в общем самое главное лучше стала я очень счастлива и это прямо меня так вдохновило потому что на выходных очень сильно устала и ну вот перед выходными да и я думала что никогда не будет лучше оказалось все отлично так вот маша у меня вопрос начинает отвечать на ваши вопросы вопрос по вчерашней теме вчера почему-то наелась ужином и за час до сна проголодалась а сделала кефир с лопьями 6 лаков гречневые не нашла можно ли есть такой перекус перед сном до хороший перекус опять да мы с вами все живем в реальной жизни поэтому конечно же на ночь вообще там ничего не рекомендуется есть периодически да такие мои рекомендации со всех сторон на самом деле получаем но в реальной жизни мы стоим перед самым что ни на есть реальным выбором выпить замечательные кефира там 6 лаков гречневые не суть важно да в общем вот такой сделать здоровый перекус либо мы там с трескаем бутерброд какую-нибудь конфетку шоколадку и так далее поэтому вы все сделали правильно и то что несмотря на то что у вас был хороший сытный до плотный ужин это не отменяет того что голод не всегда имеет физиологическую природу то есть это просто и привычка элементарные поесть перед сном и она у многих до годами с ними находилась допустим у меня и также точно моего мужа поэтому вы все сделали правильно отлично продолжаем то есть вы действовали в рамках плана красавица спасибо большое машенька я заметила что вы не едите красное мясо почему его лучше не есть так по поводу красного мяса все неоднозначно и так почему лично я его не начнем с этого с моего личного опыта потому что я отвыкла потому что на самом деле до этого как-то ну курицу редко очень ели ели в основном там говядину свинину баранину вот но когда начали худеть курица чем опять мне как и супы допустим без мяса чем мне приглянулась куриное мясо да не только потому что его там на всех диетах рекомендуют эту грудку но для меня вообще важно было то что она очень быстро готовится то есть куриное филе можно там на сковороде приготовить до за пять минут и будет вкусно сочно и ужин готов то есть это очень такой вариант для женщин которые работают были у которых да там дела дома в общем все женщины чем-то заняты однозначно и конечно же очень сильно вручало то что а готовится быстро ну индейка в принципе готовится ну там чуть дольше чем курица вот и то есть изначально у нас было вот такое меню курица говядина свинина и так далее потом как-то так мы стали уже привыкать причем в хорошем смысле привыкать к курице оказалось что элементарно те ощущения когда ты поужинаешь блюдом из говядины или свинины или из баранины из баранины извиняюсь либо когда ты поужинаешь курицы что все-таки после курицы ты себя чувствуешь легче лучше и как-то так то есть получилось так что я от этого мяса элементарно отвыкла потому что вот мне курица нравится ну как я уже говорила выше быстротой приготовления и тем что я ей ужину я любыми там блюдами из курицы за три часа до сна она хорошо переваривается никакой тяжести нет ну элементарно до куриное мясо быстрее переваривается чем говядина баранина или свинина вот поэтому вот как-то такие причины потом честно у нас я думаю и во многих городах говядина хорошая стоит однозначно дороже чем курятина плюс еще у меня младшая дочь не ест ничего кроме белого мяса то есть у нас настолько эта проблема ну не то что проблема ну вот пока у нее такие до моменты что даже филе куриного бедра она его не ест ну то есть если ты кусочек то на его есть не будет если там как-то грудку замешаю там сделаю какие-то ну допустим с бедром сделаю котлетки или фрикадельки да она там такое дело поезд вот то есть тут вот такой комплекс факторов и еще конечно же хоть сейчас в связи с тем что до произошло с коронавирусом и очень плохо сработала всемирная организация здравоохранения но в таких каких-то статьи статистических таких моментах она все-таки по-прежнему хороша и исследования до огромное количество исследований о том что красное мясо ну опять как всегда чрезмерное употребление то есть больше двух раз в неделю употребление красного мяса это риск развития рака кишечника ну и там всяких разных заболеваний желудочно-кишечного тракта поэтому в принципе мясо есть можно опять еще все зависит от того где вы живете в каком регионе какой стране да потому что все мы из разных стран из разных городов и так далее вот если у вас доступе есть хорошее красное мясо и вас допустим курятина наоборот стоит дороже то естественно логичнее употреблять то что у вас в доступе надеюсь полно ответил на ваш вопрос продолжаем сложности психологически где искать гормон счастья шоколадки уже не ем отличный вопрос спасибо вам это супер где искать а вы ищите везде попробуйте то чего не пробовали на самом деле сейчас летом вот этот вот гормон счастья удовольствия до получить очень просто потому что посмотрите про это в интернете солнечный свет это уже природный на самом деле самый лучший антидепрессант вот и соответственно прогулка на свежем воздухе где там листочки цветочки какие-нибудь птички бабочки ну или просто до деревья какой-то тихий парк и так далее это уже круто да кто-то любит шить вязать вышивать я не знаю кто-то посмотрит сериал кто-то готовит полезную еду то есть не шоколадку а какой-нибудь вкусное крутое домашнее мороженое которое просто готовится рецепты здесь есть и в инстаграм и не в youtube мы их тоже выкладывали то есть вариантов много и ваша задача как раз таки находить для себя вот вы правильно отличный просто вопрос задали находить для себя другие источники удовольствия и это такие так скажем более взрослые наверное источники удовольствия потому что еда она для ну вот грубо говоря да для младенца для грудного ребенка это вот единственный дайк как мамина тепло маминой руки да это вот единственный вариант получить удовольствие но поскольку Мы взрослые люди, мы уже стараемся быть независимыми, в том числе и от еды Конечно же, источников удовольствия намного больше, источников счастья, радости И наша задача их искать И вариантов много, вариантов моря И обязательно ищите то, что пробуйте И в конце концов обязательно найдете то, что вам подходит Готовили шакшуку, очень вкусно получилось Да, шакшука это супер Маша, скажите, пожалуйста, как правильно пить воду? Воду правильно пить всегда тогда, когда вы хотите пить воду В любое время, независимо от приема в пище вообще То есть, когда захотелось, тогда и пьете Рекомендованная для здоровых взрослых людей норма воды 30 мл на килограмм вес Это рекомендации Всемирной организации здравоохранения И напоминаю, что если вы до, так скажем, начала марафона Пили недостаточное количество жидкости То количество воды до необходимого для вашего веса Нужно увеличивать постепенно, очень плавно, по 100 мл в день Каждые 3 дня увеличивая еще на 100 мл То есть, ну грубо говоря, пьете вы сегодня литр Два дня пьете, три дня пьете литр 100 Следующие три дня литр 200 И вот так плавно по 100 мл вы двигаетесь каждые три дня Вот, это на самом деле очень важно для того, чтобы себя хорошо чувствовать И не было каких-то дополнительных проблем с самочувствием, со здоровьем Потому что кто-то начинает чаще бегать в туалет А вдруг, не дай бог, отеки и так далее То есть, вы же долго жили с недостаточным употреблением воды Так что и теперь для того, чтобы норму довести, да Употребление воды довести до нормы, конечно же, нужно время Спасибо всем за сердечки, продолжаем Сложность с выпечкой, с жареными пирожками, чебуреками Очень люблю, но пришлось отказаться, но иногда срываюсь Так, ну совсем опять от жареного Нет, ну жареные пирожки все-таки они просто элементарно тяжеловаты Я сейчас говорю, мне как-то там гастрит мой напоминает разу о себе Вот, выпечку готовьте, если вы ее тем более любите То от нее отказываться критически нельзя Вот, про это мы говорили То есть, выпечка абсолютно спокойна, домашняя, естественно, да Допустимо, два раза в неделю Если так сильно хочется И не забываем, что нам важно не только там похудеть Да, вот в обозримой перспективе Мы работаем в долгую Соответственно, вам нужно создать себе такой образ жизни Чтобы вы могли так жить всю жизнь и при этом себя еще хорошо чувствовать Не только физически за счет того, что вы похудели, но и психологически комфортно Поэтому можно даже выпечку три раза в неделю Вот, поэтому Пеките выпечку, ешьте два раза в неделю хотя бы и будет легче Елена, сколько времени прошло и как вы поняли, что все получается? Хороший вопрос Наверное, вы знаете, прошло около... Ну вот, чтобы прям... Нет, чтобы начала, когда чувствует, что все получается Это, наверное, когда я первый раз все-таки, да Поскольку мы все зациклены на этом Увидела, что вес мой начал снижаться Вот это произошло через три месяца Потому что первые три месяца вес стоял, чтобы было жутко обидно, конечно Потому что я очень сильно старалась И, ну, конечно же, я, да, умом понимала, что объемы уходят То есть одежда, которая, да, там у меня была 58-го размера Которая там уже на мне лопались У меня были такие штаны Коламбия Они как, ну, типа плащевки Ну, летние такие штаны Вот И я все время, когда... Ну, то есть ходить я в них могла Но как только я садилась У меня выстреливала кнопка И я, ну, просто опять покупать новые штаны Что делать, в общем И, наконец-то, через вот как раз осенью уже еще в них Ну, в Астрахани, там, в сентябре еще тепло Вот И у меня эта кнопка выстреливать перестала И я смогла садиться в этих штанах И они, так скажем, держались Вот один из таких, да, знаете, странных, смешных моментов Но вот это было, так скажем, показателем Что одежда становится, ну, свободнее, да Вот Потом, конечно же, то, что я стала себя лучше чувствовать Потому что до этого Когда было непонятно какое питание Это постоянная усталость То есть, ну, это вообще так вот сейчас мне странно Но я просыпалась уже уставшая Я просыпалась уже недовольная То есть, ну, мне было плохо Вот И потом, даже это так странно для меня было Мне как-то, хотя это вроде бы осень, да Мне становилось легче просыпаться утром Легче ложиться раньше вечером И самое главное еще вот этот момент Это исчезновение вот этого вот ощущения кирпича в желудке Потому что те, кто привык переедать То есть мы едим много И в основном, да, это не какие-то овощные салаты Как я сейчас показываю, да, полкило А это что-то более такое хардовое, так скажем И, конечно же, вот это ощущение тяжести в животе Оно тоже меня оставило И как-то даже я это не сразу поняла Просто вот как-то однажды ты включаешься Просыпаешься утром и думаешь Ой, как-то вроде неплохо Вот, наверное, тогда И причем у меня вес вначале уходил там То, что мы как бы вообще начали, да, с нуля все это формировать Это сейчас я с вами делюсь уже готовым методом А тогда это все мы отлаживали опытным путем И я опять поняла, что еще, что все получится Почему? Потому что я понимала, что если я сейчас перестану делать то, что я делаю То получится, что я вернусь к тому, что было То есть я продолжу, как у меня, да, вес То есть он у меня не фиксировался на какой-то цифре А он у меня набирался, 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 да, там Не за месяц, не за два Но этот процесс происходил постоянно Я понимала, что значит, ну, где 120, там и 130, 140 и, как говорится, выше Вот Таким образом, как бы, я уже поняла, что лучше чувствую себя И я так прикинула Ну, пусть я буду худеть, там, за год на 12 килограммов За пять лет я похудею Но это в любом случае лучше, чем я за пять лет потолстею Да, там, по 12 килограмм тоже в год Вот как-то так Это вы знаете, была такая уже безысходность Что, ну, либо тут опять Уже я стояла перед таким выбором Либо все-таки все доводить до ума И менять свою жизнь Либо вот оставаться там, где я была Наверное, как-то так Спасибо за классные вопросы Мария, привет, с такими большими перекусами У меня получается шесть полноценных приемов Это больше, чем я раньше ела Я не знаю, какие вы просто делаете перекусы И какие перекусы у вас были раньше Просто смотрите Как сказать Очень часто Почему во всяческих марафонах Все возможные, там, скажем Гуру диетологии Как мне в тот раз написали Мне так понравилось это выражение Ну, в общем, люди, которые продают диетический образ жизни Они всегда предоставляют такие варианты На которых вы быстро похудеете То есть, чтобы вот за неделю, за две, там, за месяц Который, там, проходит марафон Или рассчитан на ваше меню Или программа Чтобы вы прям получили за это время вау-результат То есть, чтобы вы за месяц похудели На шесть, на восемь, на девять килограммов И, естественно, к этому предлагается голодное меню, да Вот Но я такого никому не предлагаю Потому что это не работает на самом деле Ну, в долгосрочной перспективе Для того, чтобы вес не набирался Вот, первое Второе Для того, чтобы худеть, нужно есть Но нужно есть то, что нужно То есть, вот давайте опять будем честными Никто не растолстел от того, что натрескивался яблок Да Никто не растолстел от того, что рубил чашками овощной салат Да Ну, никто не растолстел от морковки У которой высокий гликемический индекс От свеклы Или от того, что закидывался бананами Как какая-то обезьянка Нет, этого не было И, соответственно, есть нормальную еду Это нормально Это то, что помогает нашему организму Получать все необходимые вещества с питанием Хорошо себя чувствовать И в итоге, да, разогнать свой обмен веществ То есть вернуть его к нормальному уровню Не к тому критически низкому уровню Который у вас, когда вы находитесь на какой-то вот на такой голодной диете Где вы быстро худеете Вот Поэтому очень многие Даже когда у нас личное сопровождение идет И мы составляем меню И люди удивляются Так, стоп, я не могу столько съесть Как бы там худеть же, договаривались И я всегда объясняю Что для того, чтобы похудеть Нужно есть нужное И, соответственно, когда вы сытно едите нормальную, обычную, здоровую еду У вас уже просто не хватает голода на то Ну, в основном, да, в перспективе Это буквально там месяц-полтора И вы включаетесь Вот И тогда вам уже все хорошо Вы наелись здоровой еды Хорошо наелись, вам сытно И уже особых позывов докидываться чем-то нездоровым нет Именно так это работает Я не знаю, продолжаем Я не знаю, хорошо это или не очень Но погрызаю морковь всегда Это даже не перекус, а какое-то доедание Круто, ешьте морковку на здоровье Здравствуйте, Маша Желаю вам здоровья Берегите себя Вы наша надежда в нашей цели Большое спасибо Теперь себя берегу Буду честно Более внимательно относиться Это, наверное, был такой Ну, не, наверное, а 100% был хороший урок Что нужно делать то, что ты умеешь А вот все-таки хулиганить не нужно Продолжаем Мария, добрый день С 8 июня с вами Чувствую себя отлично Круто, спасибо за отзыв Так, готовила ваш холодный свекольник Всем понравился Уполили за день Круто Так, мне тоже муж сказал Что сейчас ем больше Да Потому что, вы знаете Такие тоже Интересные случаи То есть, да Вот, когда там кто-то Начинает снижать вес Там на личном сопровождении И там Ну, что-то готовит, естественно То, что я предлагаю Вот в меню И так, говорит Знаете, мой муж попробовал Ему понравилось Я вообще готовила маленькую кастрюльку Думала, никто не будет А вся семья теперь просит еще Я говорю, ну, правда Мы вкусно питаемся Или, допустим Часто бывает Ну, как у нас, допустим, с Сергеем Что люди-то вместе живут И, соответственно Что у одного лишний вес И, соответственно, да У второго партнера тоже лишний вес И люди сомневаются Потому что не хотят опять диет Да Знают, что это неприятно Нехорошо Вот И Когда смотрят, что Оп Человек Человек, который со мной живет Ест, худеет Отлично И люди тогда подключаются Машенька, благодарю тебя Ты прекрасно выглядишь Всем привет Большое спасибо Как вы относитесь к детоксам? Ну, вроде бы Один или три дня на ягодах К детоксам я никак не отношусь Детокс Это, по сути, голодание Прикрытое, да То есть вот таким Поэтому Что я могу сказать Никаких детоксов не нужно Сейчас Это там жутко модно, конечно же Но опять Просто так диеты уже какие-то такие Не продаются Поэтому продаются модные диеты Что там якобы в вашем организме Ну, ни одна, да Ветвь доказательной медицины Не говорит о том Что есть какие-то шлаки Нужно там выводить паразитов Пить какие-то детоксы Это, в общем, все натуральный бред И опять Когда вы не едите Вы своему Ну, то есть Ну, по сути, ягоды Они, ну, честно Там особо-то От них ничего не получишь По сути, вы голодаете Да? Будем честны И тогда, конечно Вы, во-первых, замедляете Ваш обмен веществ Вот Во-вторых Вы закрепляете Вот эти качели с едой Потому что Когда вы сделали Да, так скажем Детокс Потом вам Ну, однозначно Если вы там пару-тройку дней Поголодали на ягодах, да То потом хочется есть Как какому-нибудь медведю Который из спячки проснулся И медведи тоже на ягодках Как-то не сидят над них Вот Соответственно Детокс Никакой не нужен Это все полный бред Лучший детокс Если это вообще, да Применимо Это то Как вы живете Каждый день Это как сравнить Я не знаю С Вот В квартире, да Нужно поддерживать порядок Ну, элементарно Ежедневно, да То есть мыть посуду Убирать Да Там, я не знаю Одежду на свои места Стирать эту одежду Да Заправлять кровати Мыть пол Пылесосить И так далее То есть там Мыть ванную Стирать коврик Который ванной Ну, то есть Сделать обычные Вот такие рутинные дела И согласитесь Это неразумно Не убираться Все время Да Как нам предлагает детокс А потом Когда тебя ударила Вызвать клининг Все, почистить А потом еще Типа год Не убираться Вот Это, ну, так не работает Самое лучшее Что вы можете сделать Для себя Для своего здоровья Для своего организма Это Скучное Но эффективное И практически Бесплатное Постоянство Мария После обеда Одна тарелка Супа горохового Через два часа Захотелось Опять есть Может в обед Еще и салат Виолеток Конечно Можно еще и салат Потому что Это все дело Так скажем Привычки И соответственно В начале Конечно же Хочется Есть больше Потому что Привыкли Есть больше Это на самом деле Абсолютно нормально Вот И напоминаю Еще раз Что вот Такой перекус Как овощной салат Тем более Сейчас лето Это идеальный перекус Вы можете Абсолютно С чистой Спокойной Совестью Его добавлять К завтраку К обеду К ужину В любое время Ну и заправляете Естественно салат Маслом Растительным Сметаной Йогуртом Что нравится Что хочется Вот так что Без проблем Добавляйте И как вариант Да Вы можете Прямо Так скажем Уплотнить Свой обед Да Либо сделать Просто потом Когда вы Испытали голод Через два часа Поесть Там салат Или какой-то чай Попить с фруктами Привет Мария Ты дала совет От чего отказаться Спасибо огромное Сложности Никаких За месяц Скинула Три с половиной Екатерина Круто Большое спасибо Спасибо за отзыв Я очень-очень рада Панечкин От многого Уже отказалась С собой довольна Хоть вес Еще не уходит Но у меня Все впереди Это точно У нас Все впереди Так Маша Когда лучше Есть манты Пельмени Вареники Честно Я бы Наверное Поела На завтрак Вот Ну как вариант Можно на ужин Но просто Опять Мясо С мучным Будет тяжеловато Просто с этих позиций Так один раз В две недели Если хочется Прямо Домашнего Приготовления Собственноручного Вот То раз В две недели На ужин Я думаю Будет можно Видела Как на ютубе Солить рыбку Как часто Вы ее кушаете И с чем На гарнир Рыбу соленую На самом деле Я делаю Сейчас Не часто Почему Потому что Летом И так много Пьем Да Потому что Астрахань Это Южный Регион У нас Очень 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 Подчеркну Жарко Вот Первое Ну и поэтому Соответственно Хочется пить И рыба Сейчас Да Допустим Которая Красная Я люблю Она стоит Достаточно Дорого И я Как бы Свой бюджет Всегда Рассчитываю Получается Что Рыбу Мы сейчас На новый год Покупаем Да На праздник Какие-то Вот Поэтому Если хочется То рыбу Можно Абсолютно Безопасно Есть Там Раз в две Недели Тоже Если мы Про соленую Говорим Да Рыбу Малосольную Есть Два Раз В две Недели С отварным Картофелем Будет Очень вкусно Так Маша У меня Тоже Вопрос По вчерашней Теме Когда Начала Худеть Постоянно Нахватаюсь Всего Подряд Перед Обедом Как Избавиться Раньше Такого Не было Ну Хватайте Не все Подряд Хватайте То Что Запланировано Хватайте Овощи То есть Ну Как Это Делается Это На самом Деле Ну Просто Да Ставим На кухне У меня Есть Дежурная Ваза С фруктами То есть У меня Там Ну Сейчас Ничего Нет Все Съели Кстати Надо Заказать Но Вообще У меня Там Все Есть То есть Это Бананы Какие Нибудь Грейпфруты Яблоки Самые Обычные Ну Ягоды Конечно Что Такое Летнее Хранится В Холодильнике Ну И Конечно Салаты Вот То Направляем Ее В Мирное Русло То есть Берете И Какие То Безопасные Делайте Закусы Перекусы То есть Фрукты Овощи И Не Забывайте Все Это Дело Запивать Водичкой Ната Шулик Мария Вес Уже Стоит Третий Месяц Ем По Вашему Меню Но По Замерам Худею Что Делать Честно Возможно Что Все Таки Вы Делаете Не Так Во Первых Во Вторых Непонятно Да Какой У вас Вес Какого Вы Вес Начали Потому Что Вы Знаете Бывают Такие Ситуации Что Люди Мне Пишут Вот У Меня Вес Стоит Я Говорю Напишите Пожалуйста Ваш Рост И Вес И Я Рассчитываю Индекс Массы Тела Что Может Делать Любой Человек Это Очень Быстро И Абсолютно Бесплатно Погуглите Это Дело А То Что Мы С вами Делали В Первый День Марафона И Получается Что Девушка Женщина Уже В своем Здоровом Коридоре Веса И То Что Она Понимаете Ли Не Настигла Идеального Веса Это Как Бо Ее Организм Не Волнует Его Все Устраивает И Поэтому Не Собирается Там Дальше Отдавать Какой Лишний Жир Вот Или Нелишний Совсем Таки Нужный Правильно Если Вес Здоровый Вот Потом Периодически Не забывайте Что Важно Не Только Меню Потому Что Иногда Бывают Что Люди То Есть Ну Питаются Не Вообще Без Режима Хоть Какого То И Естественно У них Совсем Будут Другие Результаты Или Допустим Недостаточное Количество Сна Или Стрессы Или Какие Хронические Заболевания Опять Недостаточное Употребление Жидкости То Есть Факторов Которые Влияют На То Что Вес Может Стоять Много Или Еще Есть Тоже Такой Вариант Что Вы Мало Едите И Ваш Организм В стрессе Обмен Веществ Замедляется И Вы Конечно При Таких Условиях Худеть Не Будете Поэтому После Эфира Напишите Мне Я Сейчас На Комментарии Я думаю Вы заметили Я просыпаюсь Утром И на них Отвечаю Потому что Утром Мне это Проще Делать Ну Всем Кто Пишет В директ Потому что С утра У меня Свежая Голова Много Энергии И я Могу Одномоментно Ну То есть Вот сесть И быстро Ответить Ну и Качественно Естественно Ответить На большое Количество Комментариев Поэтому Если У кого-то Остались Какие-то Дополнительные Вопросы То Пишите Пожалуйста В директ Завтра С утра Я проснусь И обязательно Всем отвечу Здравствуйте Мария Подскажите Сколько По времени И в чем Можно хранить В холодильнике Ваши соусы Которыми Вы заменяете Майонез И томат Так Соусы Я на самом Деле Храню Так Ну вот Томатный Соус Я варю Где-то Либо В ковшике То есть Там Около Литра Выход Либо Иногда Бывает Если Большая Банка Томата То Варю Где-то Полтора Может Быть Один И семь Томатного Соуса Я его Храню Просто Вот Ну В Стальная Кастрюля Вот Храню В пластике Который Без Без Бисфенола А Вот Сколько Храню Ну Дня Три Четыре Может Бить Пять Точно И все Отлично Потому Что Больше У меня Честно Не хранится Потому Что Мы Такие Какие То Соус Ну Который Там Чесноком Зеленью Быстро Сергеем Съедаем Соус Который Томатный У нас Дети Очень Любят То есть Они Могут Допустим И на завтрак Поесть С какими-то Бутербродами С сыром Еще Это все Соусом Полить Вот И ужин Они тоже Всегда Там Приправляют Таким Соусом Поэтому Ну Дни Пять Точно Хранится Спасибо За всем За мотивацию За рецепты Шикарные Спасибо Большое Вчера Готовила Гречку С капустой Вкусно И сытно Спасибо За отзыв Не ем Сейчас Выпечку Шоколадки Так как Лето Ем Фрукты Пью Компоты Но Мороженое Раз в неделю Съедаю Нет Возможности Делать Дома Мороженое Выходит Очень дорого Ясно Отлично Продолжаем Ну Опять Мы все Живем В заданных Обстоятельствах Поэтому Делаем То Что Можно Так Маша У меня Завтрак В 6 утра Второй Завтрак В 10 Я ем Каждые 4 часа Что Мне лучше Съесть На второй Завтрак А в обед В 14 Если После Супа Еще Голод Что Можно Съесть В обед Вы можете Как мы говорили Уже Выше Добавить Салат Что Вам Есть В 10 часов Вам Лучше Понять То есть Попробуйте Сами Да Я То есть Если У вас В 6 Утро Более Плотный Завтрак Значит Второй Завтрак Вы Используете Типа Перекуса Если У вас Наоборот То Вы С утра Грубо говоря Пьете Кофе И И Используете Этот Завтрак Как Перекус Но Да Там Какое-то Минимальное Количество Съедаете То Тогда В 10 У вас Более Плотный Завтрак В общем Попробуйте Оба Варианта Посмотрите Неделю Как Вы Будете Себя Чувствовать Как Вам Подходит Ну По весу Конечно Посмотрите Вот И Как Вы Поймете Какой Вариант Лучше Именно Для Вас Потому Что Все Мы Разные Елена Скажите Как Вы Делаете Мини Пиццу Из Кабачков Ну В прямом Эфире Рецепты Я тут Воспроизводить Честно Не буду Напишите В Директ Обязательно Поделюсь С вами Ссылкой Вот И Посмотрите Рецепт Очень Простой Так Масло Сливочное 20 грамм А ср 30 грамм Это норма Лечебная Похудательная Ты умница Наверное Да Ну Причем Масло Там Как Ты Каждый День То Что Там У Всех Масло Ты Все Жаришь Жаришь Вот И Я Не Как Б Не Каждый День Даже Масло Ем И Сыр Ну Вот Как Это Бывает И Тогда Хочется Ну То То Должно Быть Все Но Вот Опять Разнообразие Очень Сильно Помогает У Меня Сложность Настроить Режим Труда И Отдыха Да Это На самом Деле Проблема Очень Очень Многих Женщин Потому Что Мы Хотим Успеть Все И Еще Чуть И Конечно же Времени На Себя Критически Не Хватает Поэтому Мы Ложимся Спать Позже Пытаемся Это Время Как-то Вырвать Да То Есть Посмотреть Какое-то Кино Потыкаться Элементарно Да В Телефон И так Далее То есть Какое-то Время Уделять Себе Вот Поэтому Это Проблема Очень Многих Женщин Но Опять С ней Можно Справляться Про Это Кстати Тоже Есть Видео На Ютуб Ну И Думаю В Марафоне Мы Эту Тему Обязательно О Ней Поговорим Что Можно Взять С собой На Природу Да Все Что Угодно Можно Взять Курицу Сделайте Да Замариновать Просто Там Ее В Соевом Либо Луки Сделать Какой-то Финансы Рыбку Какую-нибудь Красную Тоже Ее Загрелить Естественно Загрелить Овощей Потому Что Это Круто Овощи За Домком Это Просто Супер Из Них Можно Сделать Также Салат Зеленью Вот Свежие Овощи Тоже Взять И Будет Отлично Ну И Ягоды Фрукты Все Летнее Не Ем Сладости Мучное Жареное А вес Не Уходит Что Посоветуйте Делать Ирина Честно Может Быть Вы Едите Что-то Соленое Честно Я Не Знаю Поэтому Да Вот Предполагаю Дальше Возможно Вы Слишком Опять Да Очень Часто Это Частая Ошибка Что Все Хотят Мало Есть И Быстро Похудеть А Это Приводит Только К тому Что Вес Останавливается Это Опять И На Моем Личном Опыте И На Опыте Многих Людей С Которыми Я Общаюсь Вот Поэтому Что Посоветую Делать Посмотрите Видео Сначала Посмотрите Дневники Питания И Попробуйте Питаться Так Как Питаюсь Я И Посмотрите Что Будет Происходить С Вашим Весом Потому Что Мучное На Самом Деле Один Два Раза В Чему Стоит Вес Какие Могут Причины Ну Естественно Что С Этим Делать А Вредно Крабовые Палочки Конечно Вредно Потому Что Они Ну Не Крабовые Совсем А Из Рыбы Ну И Конечно Кроме Рыбы Там Много Всяких Добавок И Так Далее То Крабовые Палочки Мы Ну Просто Забываем Об Их Существовании Это На самом деле Не Сложно Надежда Ну Как-то Так И Происходит Похудение Надо Хомячить То Что Безопасно Елена Куриное Мясо Напичкено Антибиотиками Гормонами Какое Покупать Лучше Сегодня Смотрю С утра Новости Читали Честно Я Не Знаю Я Не Произвожу Куриное Мясо Я Его Не Проверяю Данила Не Работаю Там Лаборатория Роспотребнадзора Или Кто Там Там Проверяет Вот Но Напоминаю И Кстати Эта Тема Даже Была Ну В Комментариях Под Видео На YouTube И Как Это У нас Сергей Была Такая Мысль Купить Дом Но Это Был Давно Еще Когда Вот Еще Перед Этой Квартирой И Мы Думали Там Типа Заведем Каких Нибудь Там Живность Значит И Оказалось Я Была Честно В шоке Потому К природе Отношусь С таким Некоторым Я посмотрю Постаю Но Все Что Там Какие То Живности Это Меня Все Смущает Но Не Об Этому Вот И Оказалось Мы Стали Смотреть Ну Людей Которые Там Показывают Своё Хозяйство И Оказалось Что Птицы Те же Самые Которых Люди Держат И Разводят На Продажу Ну Посмотрите Просто На YouTube Их Точно Также Определенно Ну Там В определенные Промежутки Пропаивают Как сказать Этими Всякими Там Антибиотиками И так далее Для того Чтобы Они Ну Элементарно Там Не умирали Вот Я Честно Была Удивлена Потому Что Уверена Была Ну Не знаю Как Мультиках Что Что Там Живут Куры Там Или Какие Индюки И Все Оказывается Там Тоже Целое Дело Им По Каким То Схемам Дают Эти Препараты Вот Ну Естественно Перед Тем Как Птица Идет На забой Какое Это Время Проходит Перед Тем Чтобы Ее Отправить И Как Бо Там Уже Никих Антибиотиков Нет Просто С утра Мне Тоже Попалась Новость Вы Знаете Это Из Разряда Огурцы С Помидорами Есть Смертельно Опасно Или Там Куриное Мясо Напичкана Чем Как Вы Видели Я Не Рекламирую Никаких Производителей Потому Что Покупают То Что Ну Со Скидкой Вот То есть Это Абсолютно Разные Производители Вот Пичкают Не Пичкают Я Не Знаю Но То Что На Том Питании Которые Я Вам Показываю Включая Куриное Филе Мое Здоровье Улучшилось Это Однозначно Вот А все Остальное Так Скажем Оставим На Совести Производителя Красное Мясо Не Очень То И Полезное Лучше Рыбку И Курочку Конечно Лучше Здоровье Спасибо За Чудесные Советы Спасибо Елена Используйте Ли Еще Какую Нибудь Муку Кроме Пшеничной Да Я Использую Цельнозерновую Муку Овсяную Кукурузную Но Честно Все Таки Вот Классика Выпечки Это Обычная Хлебопекарная Она Поднимается Потому Что Ну Кто Пробовал Да Прекрасно Знаете Что Выпечка Из Цельнозерновой Муки Она Все Таки Такая Более Кликловатая И дети Ее Не Особо Любят И Не Особо Она Поднимается Вот Поэтому Я Экспериментировала Честно По Совету Подписчиков Но Все Таки Сейчас Я Вот Прошла К Тому Что В основном Использую Для Выпечки Хлеба Вот Просто Белую Муку Ну Опять Ем Это Не Так Часто Спасибо Всем За Сердечки Продолжаем По Твоему Совету Исключила Все Вредно И вес Начал Уходить Быстрее Круто Отлично Екатерина Жмем Сердечки Екатерина Большое Спасибо Что Всем Напоминаете И На самом деле Все Жмут Сердечки Большое Спасибо Напоминаю Что Нажимать На Сердечки Это Важно Почему Потому Что Так Ну То же Самое Что Лайк Вы Ставите В Ютуб Соц Сеть Или Инстаграм Или Ютуб Понимают Что Это Видео Этот Эфир Интересен Полезен Для Людей Которые Его Смотрят Он Нравится И Соответственно Предлагает Его Большему Количеству Людей И Таким Образум Все Больше Людей Смогут Узнать О том Что Можно Похудеть Без Диеты И Что У Нас Есть Так Крутой Марафон Так Машенька Привет Яичные Брезоли Без Муки Считаются Выпечкой Я думаю Что Все Таки Да Потому Что Там Все Таки Разные Ингредиенты Я думаю Что Все Таки Они Относятся К Выпечке Добрый Вечер Маша Очень Рада Вас Видеть Мне Очень Помогает Наш Марафон Вас Слушайте Очень Приятно Очень Мотивирует Люба Большое Спасибо Ура Ура Не тянет На шоколад Благодарю Ура Ой Это На самом Деле Просто Супер Когда Ты Однажды Понимаешь Что Ты Можешь Пройти Спокойно Хотя Слюна Честно Выделяется До сих Пор Но Ты Можешь Там Пройти Спокойно Твои Руки Не Тянутся К ним Да Это Вообще Такое Осввобождение Наверное Это Просто Круто Да Так Пользуйтесь Ливы Агар Агар Честно Купила Но Чет Пока С ним Ничего Не Сделала Рука Заживет Мы Что Будем Делать Мария Как Бороться С Психологической Стороной Обжорства На ночь Если Пришел С работы Где Тебе Нервы Испортили Ты Жилей Себя Начинаешь Кушать А Как Бороться С Психологической Составляющей Признать Что Вы Ответственны За Своё Поведение То есть Сейчас Когда Вы Пишите Что На Работе Вам Натрепали Нервы Я Ни В коем Случа Не Говорю Что У вас Хороший Работодатель Ваши Работники С которыми Вы Сотрудники С которыми Вы Работаете Нет Я Просто Призываю Вас К тому Что Вот Эта Фраза Ваше Тело Ваше Дело Это На самом деле Если Ее Использовать И трактовать Верно Она Очень Такая Сильная То есть Действительно Что Вы Делаете Решаете Только Вы И Действительно Вы Учитесь В конце Концов Ну Если Есть Желание Конечно Вы Учитесь С этим Справляться Потому Что Стресс Это То О чем Мы Говорим Каждый Раз С Людьми Которые У меня На Личном Сопровождении И Простите Вы Не Особенно Я Чтобы Вы Это Услышали Все Испытывают Стресс Каждый День В том Числе И я Хотя Я Работаю Из Дома Да Но Я Точно Также Испытываю Стресс По Каким То Другим Причинам Да Тоже Связанным С Работой Там Ютуб Не Работает Еще Какие То Проблемы Ну Они Есть У Всех Абсолютно Нет Никакого Успешного Успеха Нет Никакого Или Что Они Там Не Испытывают Стресс Они Там Я Не Знаю Постигли Нирвану Ну Они Просто Говорят Неправду На самом Деле Потому Что Стресс Испытывают Все Нормальные Обычные Люди И Что Вы Делаете Со Стрессом Решайте Вы То Я Была Точно Вот В Таком же Положении В Такой же Ситуации И Я Никто Кроме Вас Этого Не Решит И Не Поймет Я Поняла Что Могу Себя Жалеть Сколько Угодно Всем Все Равно Вот Но Толстею То Я Плохо Ты Мне Жирею Я Да Мне Тяжело Ходить Мне Тяжело Дышать Вот Поэтому Мне Сейчас Тоже Ну Я Могу Вот Понимаете Да Вот Я Сломала Руку Я Бо Могла Отнестись К Этому Блин Все Пропало Я Не Смогу Снимать Кулинарные Видео И Вообще Как Я Буду Тут Со Сломанной Рукой Работать Да Вот Мы Всегда Решаем Что Делать И Вот Вы Знаете Мне По поводу Вот Этих Вот Приколов С Синдромом Жертвы Очень Хорошо Помог Лобковский Ну Не Лично Конечно К сожалению Или К счастью Да Бесплатные Видео На Ютуб Вот То есть Он Эту Тему Очень Хорошо Проговаривает И Так Знаете Иногда Даже Неприятно Потому Что Говорит Правду Про Нас Поэтому Как Быть Если Вы Не Можете Справляться То Тогда Делаем Безопасный Какой-то Вариант Это Рубим Салат Едим Чашку Салата Нарубили Салата Нарубили Салата Все Отдыхаем Это Безопасно И Со Временем Вы В том Числе То Что У Ваш Лишний Вес Это Самый Большой Фактор Стресса Поверьте Моему Опыту И Когда Вы С Этим Лишним Весом Начнете Разбираться У вас Начнет Получаться Жизнь Вообще Загирает Абсолютно Другими Красками И Вам Просто Не Захочется Лишний Раз На себя Примерять Эту Роль Жертвы Потому Что Это Не Так И Решение Принимаете Вы Да Вы Привыкли Принимать Ну Не Самое Здоровое Так Скажем Решение Но Это Не Значит Что Вы Не Сможете По Другому Это Значит Что Пора Начинать Я Очень Сильно Надеюсь Что Вы Начнете Продолжаем Привет Маша Готовила Кабачки По Вашему Рецепту Пальчики А Ближе Спасибо Маша На Первых Этапах Вы Спортом Занимались Слава Богу Нет Потому Что До Того Как Я Начала Худеть По Своему Методу Который Казал В конце Концов Что Целый Метод Я Конечно Ж Худела Ну Посещая В том Числе Фитнес Зал Это Было Жутко Тяжело Больно И Глупо Потому Что Я Тратила Очень Много Денег И Слава Богу Да Здоровье Мое Все-таки Так Скажем Пришло Сохранилось Да То есть Потому Что Жуткая Нагрузка На Сердечно Сосудистую Систему Если У вас Большой Вес Жуткая Нагрузка На Суставы И Ну И Вообще Сейчас Кстати Быстренько Расскажу Да Почему Физическая Нагрузка Не Нужна Вначале Если Это Не Является Частью Вашей Жизни Потому Что Вот Опять Когда Вы Начинаете У У вас Как раз Таким Много Сложностей Про Которые Мы Говорили Сегодня Видео На Ютуб И Про Которые Говорим С вами Сейчас Вот И Когда Вы Себе Добавляете Еще Одну Сложность То есть Занятие Спортом Фитнесом Зарядкой Не Важно Это Трата Времени Да Это Трата Энергии А Трата Энергии Равно Аппетит А у Вас И так Проблемы С тем Чтобы Наладить Ваше Питание Дальше Большинство Людей Честно Это Опять Давайте Будем Собой Честны Мы Набрали Лишний Вес Не От Того Что Мы Недостаточно Прыгали Махали Руками Ногами Спортзале Мы Набрали Лишний Вес Из-за Того Что Слишком Много Ели И Ели Не То Что Нужно Вот Поэтому Спорт Это Такой Бонус Который Вы Можете Когда Вы Наладите Пита То есть Базу Да Вы Сделаете Вы Будете Пить Достаточно Воды Да И Причем Вам Это Понравится Я Обещаю Вот Вы Будете Нормально Спать Питаться По Режиму И Вес Будет Уже Стабильно Уходить Вы Будете Уверены Да Пусть Это Будет Два Килограмма В Месяц Это Вообще Отличный Вариант Вот Тогда Вы Можете Уже Подумать О Какой То Настройки Каком То Дополнение Но Сейчас Наша Задача Выйти На Базу На Это Тоже Достаточно Сложно Поэтому Мы Сейчас С Вот Остальное Все Уже Это Будет Потом И Люди Худеют Нет Ну Конечно Похудеть Быстренько Это Можно Но Это Опять Будет Ничего Не Связанного Со Здоровьем Вот Поэтому На Первых Этапах Я Спортом Не Занималась Ну Вот Максимум Это Какая То Просто Ходьба Потому Что 120 Килограммов Тяжело Заниматься Маша Вы Белок Считаете Нет Йогурт Может Быть Перекусом Да Судя По Вопросам Всем Нужен Гормон Счастья Конечно Он Нужен Всем Иначе Ты Будешь Несчастливой А Это Скажу Я Вам На своем Опыте Жутко Неприятно Морепродукты Вы Кушаете Какие Морепродукты Я Вообще Очень Очень Сильно Люблю Ем Их Редко Потому Что Они Дорогие Которые Подешевле Они Не особо Качественные Не особо Вкусные Поэтому Употребляю Их Так Скажем Не так Часто Вот Сейчас Я посмотрю Так Мы уже С вами Сейчас Будем Заканчивать Потому Что Время Быстро Пролетело Вот Еще У нас С вами Есть 5 Минуток Читаю Ваши Сообщения Так Спасибо Всем Кто Нажимает На Сердечки Что Можно Есть Когда Очень Хочется Сладкая На Ночь Съешьте Фрукты Либо Йогурт С Медом Я Жуткая Сладкоежка Вот Трудно С этим Справляться Однозначно Трудно Но Это Не Значит Что Вы Не Справиться Опять Лето Фрукты Ягоды Нам В помощь Едим Много Едим С удовольствием Ну И Конечно Худеем А Я Сегодня С утра Ела Панкейки Супер Вкусно Правда Мука Была Кукурузная Но Все Рано Вкусно Отлично Спасибо За Отзыв Я Сегодня Весь День Держалась А вечером Не Вытерпела Напилась Чай С конфетами А Теперь Перед Собой Стыдно А Про Это Я И Говорю Каждый Раз Что Не Нужно Там Никого Ничего Держаться И Разумнее Поесть Нормально На завтрак Пообедать И Сделать Себе Хороший Плотный Ужин Потому Что Вот Понимаете Мне Каждый День Стандартно Пару Человек Пишут Посмотрев Сторис А Что Это Вы Мария Полкило Салата Одна Съедаете Я Пишу Да И Периодически Люди В ответ Пишут Типа Ну Вообще Оборзела Типа Столько Ешь Вот И Люди Почему То Забывают О том Что Полкило Салата Это Очень Очень Мало Калорий Если Уж Да Мы Говорим Так Скажем По Чесноку И Это Много Объема Это Комфорт Это Спокойствие И Лучше Съесть Полкило Салата Чем Напиться Чая С конфетами Поэтому Рубите Салат Мария Здравствуйте Здравствуйте Огромное Спасибо За Ваш Труд Я С вами Сложность Наладить Режим Труда И Отдыха Оксана Это Действительно Сложность Но Я Уверена У вас Получится Потому Что У всех Получается Конечно Нужно Время Приложить Усилия Но Дело Хорошее И Тут По-другому Никак Все Получится Мы Вместе Продолжаем Едим Финики Это Лучше Чем Шоколад Отлично Это Практически Наш Девиз Нашла Правильную Манку Счастья Нет Предела Отлично Мария Привет Я С вами Уже Два Месяца Похудела Уже На 11 Спасибо Огромное За меню Круто Спасибо Мария Здравствуйте Я просмотрела Ваше Видео Приготовление Пищи И удивляюсь Как вы Все Жарите Жалеете В принципе Масло За счет Чего Вы Худеете Уменьшили Порцию Пожалуйста Объясните Смотрите Марафон Пожалуйста Сначала Там Я Все Подробно Рассказываю Потому Что У нас Сегодня Тематический Эфир Мы Говорим Про Значит Простите Залипла Про Сложности Вначале Похудения Так Здравствуйте У меня Проблемы Стали болеть Почки Обмаруй Обнаружили В моче Соли Я так Думаю Что Пошло Очищение Организма Так По Поводу Соли В моче Это Может Происходить Из-за Того Что Вы Сидели На Белковой Диете Это Влияет То есть Белковой Диеты Это Вообще Очень Вредно И Они Как раз Таки Очень Сажают Почки По Поводу Дневника Питания Нет Я Никакого Дневника Питания Не вела И не веду Ну вот То что я Показываю Это Показываю И взвешиваю Это Потому Что Я хочу Вам Показать Это Вот Когда Я начала То что Я сначала Когда Начала Рассказывать Ну вот Как Нам Сергеем Прошло В голову Это Преподнести Да Год Назад Так Мы Это И начали Делать И Люди Естественно Начали Писать Что Мы Вам Не Верим Там Нельзя Есть Худеять И так Далее До Сих Пор На самом Деле Пишут Но Это Не важно И В том Числе Поэтому На ютубе Есть Более 100 Дневников Питания 100 Дней Подряд Где Я Показываю Что Я Ем И Худею То есть Моя Задача Была Такая Показать Людям Правду Что Можно Есть Обычную То же Самое Для Того Чтобы Ну Это Своего Рода Как Шпаргалка Вот А по Поводу Дневника Питания У Какого То В Таком Да Рукописном Варианте В Телефоне Не важно Это Вот Тоже Вы Знаете Такой Анекдот Потому Что У меня Периодически Есть Клиенты Которые Ну Годами Сидели На Диетах И Когда Мы С Отчет Каждой Своей Еды И Когда Я Говорю Что Этого Делать Не Нужно Я В Глазах Вижу Непонимание И Недоверие И Это Нормально Потому Что Людей На Это Затачивают Вот Но Когда Мы Начинаем Копать Я Говорю Ну Вот Ну Если Вы Вели Дневник Питания То У вас Должно Быть Идеальное Питание Но Это Типа Инструмент А Вот Вы Когда Допустим Говорю Ну Что У вас Срыв Это Допустим Бутер С Колбасой Я Говорю А Вы Бутерброд С Колбасой Записывали В Дневник Нет Ну То 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 Человеческая Психология И Даже Еще Я Смотрела Такой Знаете Старенький BBC Фильм И Они Там Тоже Проводили Эксперименты Про Значит Лишний Вес Предлагалось Вести Пищевой Дневник Вот И Параллельно Ей Там Как-то Вешали Камеру Ну Уж Не Помню Как Это Происходило То Есть Был Дополнительное Наблюдение И Значит Потом Прошла Неделя Вес Ее Не Изменился Хотя Она По Ее Мнению Питалась Идеально И В дневнике У нее Были Отличные Записи По Которым Она Точно Должна Была Похудеть Но Оказывается Что Где-то Она Пару Лишних Ложек Добавила Чего-то Сладкого Да Приправила Дальше Где-то Она Сделала Какой-то Как Вот Мы Да Привыкли Что-то Закидывать Перекусывать И Мы Это Не Замечаем Вот И Она Точно Так же Она Писала Свои Основные Приемы Пищи То Когда Она Действительно Садилась Ела А Где Она Что-то Там Закусывала Перекусывала Она Это Просто Не Отмечала И Оказалось Что Как раз Как У многих Проблема В этом Поэтому Если Опять Вот Эти Дневники Питания Записи Подсчет Калорий Был Бо Всем Тем Что Помогает Худеть Был Бо Инструментом Для Снижения Веса Все Бо Уже Похудели Так Сейчас Еще Пару Вопросов И Заканчиваем Я Боюсь Что Позднее Осенью Зимой Снова Начнутся Чаепитие С выпечкой И Шоколадом Хотя Сейчас Попробовал Шоколад У дочки Съел Одну Дольку Бяка Реально Термоядерная Сладость Так Зачем Вы Дочку Подкормите Шоколадом Во-первых Во-вторых Осенью И Зимой Будете Если Вы Захотите Опять Если Это Ваше Решение Люди Взрослые Решаем Сами С чем Пить Чай Осенью Зимой Хочется Действительно Пить Чай Я Пью Зеленый Без Сахара И Пью Его С Медом И Орехами Сухофруктами И Все Будет Отлично Алена Питаться По вашему Методу Сплошное Удовольствие И Никаких Проблем Единственная Проблема Заедаю Стресс Алена Все Мы Такие И Это Нормально Главное Вот Опять Выбирать Безопасные Варианты И Все Получится Спасибо Всем За Сердечки Продолжаем Добрый вечер Я Очень рада Что Подписалась Глядя На Меня Мам И Сестрой Тоже Подписались Вес Моей Семьи Очень Большой Есть Над чем Работать Светлана Большое Спасибо Смотрю Эфир Качай Пресс Круто Все Мы Заедаем Стресс Да Именно Так Но Лучше Заедать Чем То Безопасным Сколько Можно Пить Чай Да Много Я Стресс Не Заедаю Я Заедаю Радость Почему На самом деле Не зря Люди Плачут От счастья Я Про Это Много Говорю То Еда Это Такая Тема Которая Связана Как Говорится Мы Семьи В Горе В Радости То Есть От Радости Мы Тоже Едим Ну И Вообще Если У Нас Да Проблема С едой То Мы Едим По Большому Количеству Причин Итак Мы С вами Сейчас Прямой Эфир Заканчиваем Если Вдруг Не Получили Не Успели Ответ На Свой Вопрос Не Забывайте Что Завтра Будет 17 Часов По Москве Обязательно Еще Прямой Эфир И Конечно Утром Выходит Видео На Ютуб Если Вы Подключились Только Что Не Успели Сначала Не Переживайте Прямой Эфир Сохраняется Здесь В Инстаграм И Ещё Мы Загружаем Его На Ютуб То Ещё Демо Удобнее Комфортнее В любое Время Возможно На Выходных Вы Сможете Посмотреть Рада Была Всех Видеть Большое Спасибо Что Пришли На Прямой Эфир Всех Люблю Целую Отличного Летнего Вам